Продолжаем. Именно так все вместе бороться с пандемией. Вакцинируемся, носим маски, прислушиваемся к рекомендациям медиков. А сфера здравоохранения тем временем не на день прекращает работу по оснащению медучреждений оборудованием, которое уже два года помогает вовремя диагностировать опасный вирус и лечить людей. На этой неделе в областной инфекционной больнице появилась кислородная станция. Теперь точки подачи спасительного газа будут у каждой больничной койки. Ощреждение в своем составе насчитывает 226 коек. Благодаря установке этого кислородного газификатора мы смогли обеспечить наличие 228 точек доступа кислорода. Две из них в приемном отделении. Если пациенты, допустим, доставят к нам приемное отделение, мы тут же сходу сможем его обеспечить в случае такой необходимости кислородом. Операции на головном мозге, которые делали только в столице, скоро смогут проводить в Гомере. Все возможности для спасения людей со сложными сердечно-сосудистыми патологиями появятся в госпитале инвалидов Великой Отечественной войны. Будет введена в эксплуатацию современная новооперационная и с ангиографическим комплексом, что позволит на сегодняшний день оказывать высокоспециализированную помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями и проводить эндоваскулярное лечение на головном мозге и сердце. В этом году достроят корпус больницы скорой медицинской помощи. Работы ведутся полным ходом. Приемное отделение будет иметь не только новый вид, но и абсолютно другие возможности. Данный объект будет оснащен современным оборудованием. Будет установлен магнитно-резонансный томограф, компьютерный томограф, аппарат, дистанционно-ударно-волновой летотрепсии для пациентов, страдающих мощекаменной болезнью и другим современным оборудованием. А чтобы люди меньше болели и реже обращались за медпомощью, в регионе продолжает развиваться спортивная инфраструктура. Радует, что все меняется к лучшему не только в Гомеле, но и в районах. От населения, юного и взрослого, требуется только желание стать крепче, здоровее и сделать свой досуг полезным и интересным. Строится ледовая арена в Жлобине. Она была уже построена, как говорится, контур был закрыт, но в прошлом году было принято решение все-таки довести до конца. Почему? Потому что на сегодняшний день Жлобин – это, наверное, один из самых крупных объектов не только в регионе у нас, а у нас в стране. И он востребован. Сегодня находится на экспертизе проектно-сметная документация по окончании строительства ледового дворца в Светлогорске. Жители, я думаю, будут тоже очень рады. Это поручение главы государства в Добруше. На улице Войково мы в этом году, в июле, запустим совершенно новый обновленный стадион с административно-бытовым корпусом, который позволит людям заниматься активными видами спорта не только летом, но и зимой. А чтобы дети вырастали с правильными приоритетами, важно их правильно воспитывать в семье и в школе. Учреждения образования в этом отношении стараются делать все, что от них зависит. По крайней мере, задачи на этот год грандиозные. Основной акцент будет делан на усиление воспитательной составляющей. Поэтому все формы работы гражданско-патриотического воспитания в этом году будут развиты и, самое главное, распространены. Так, экскурсионная деятельность, очень важный вид деятельности. В прошлом году 15 тысяч ребят, школьников посетили объекты, исторические памятные объекты нашей Гомельщины. В этом году вдвое мы планируем увеличить эту цифру не только из-за цифр, а потому что сегодня очень важно каждого ребенка, чтобы каждый ребенок прикоснулся с исторической памяти. Вторым важным направлением нашей работы будет организация занятости детей, причем акцент сделаем на трудовой занятости, когда ребенок будет иметь возможность получить свои первые деньги. Поэтому все формы объединений по интересам, дворцы творчества, наш детский технопарк, в районах клубы, кружки, все это будет направлено на то, чтобы еще больше охватить ребят вот этими видами занятостей. Ну и, конечно же, вопросы строительства. Очень важный момент в этом году в Будокошелевском районе коммунаровской школе будут ждать с нетерпением строительства, пристройки, которая позволит решать проблему, которая там существует, проблемы с нехваткой мест в указанном учреждении образования. Среди планов региона на этот год и развитие торговой сферы. Причем это не только открытие новых объектов, но и предоставление гарантированных скидок к самым уязвимым слоям населения. В этом году планируется открыть более 100 торговых объектов. Я думаю, все покупатели будут очень довольны этими объектами и они их заинтересуют, наших покупателей. Это будут магазины как крупного сетевого формата, так и небольшие торговые объекты шаговой доступности. Для сохранения ценовой стабильности на потребительском рынке введено жесткое регулирование цен в отношении 29 позиций социально значимых товаров и 50 позиций лекарственных средств. Продолжая тему торговли, нужно отметить, что область ставит высокую планку и по экспорту на этот год. Результаты внешнеэкономической деятельности последних лет подтвердили. Интерес к нашей продукции растет. Все больше стран становятся постоянными торговыми партнерами региона. Этому способствует проведение крупных международных форумов. Говоря про международные мероприятия, которые запланированы к проведению в 2022 году, отмечу 9-й форум регионов Беларуси и России, ряд видеоконференций с регионами КНР в рамках межрегионального взаимодействия, а также в рамках года регионов Беларуси и Китая, международное мероприятие «Бизнес-дни» в Гомеле, и также взаимные визиты в рамках действующих соглашений о сотрудничестве Гомельской области с административными единицами других государств. 9-й форум регионов Беларуси и России пройдет в этом году в июне в Гродно. Основная тема мероприятия – это роль межрегионального сотрудничества в углублении интеграционных процессов союзного государства. Конечно, каждый форум – это событие, которое дает возможность подвести итоги, а также определить основные направления дальнейшего сотрудничества и союзного строительства. А самое главное событие, которое объединит всех беларусов в этом году – республиканский референдум. От единства наших мыслей и действий будет зависеть реализация всех важных задач, которые стоят перед Гомельской областью. Марина Северьянова, Сергей Комков. Новости недели.